Всем привет! Я Мила, и вы на моем канале, посвященном обзорам лаков для ногтей. И в сегодняшнем видео мы посмотрим на новый релиз от российского инди-бренда Colorflex. В этом релизе у нас пополнение коллекции птичек, лак из коллекции знаков зодиака и коллекция ко дню Святого Валентина. Всего 7 лаков. В каждую посылочку Colorflex вкладывают либо стикер, либо открыточку, и коробочки в этом релизе тоже особенные. В моей посылке меня ждала очень красивая открытка, вдохновленная одним из лаков. Поехали! Начну с лака из серии по знакам зодиака, и в этом месяце нас ждет водолей. Это мой знак. Водолей это голубое желе с синим шиммером и золотым светоотражающим глиттером. У него очень насыщенная, вроде тиловая база, которая при наслаивании становится насыщенной яркой голубой. Оттенок очень глубокий, и лак супер пигментированный. Также в нем постоянно блестит золотистая отражайка, очень красивая, поэтому лак очень искристый. И сочетание золотой отражайки с голубым фоном создает яркий контраст под вспышкой. Она на ощупь шершавая, но не сильно. Чтобы финиш был не таким шершавым, можно покрыть лак сначала глиттер граббером, он есть у Colorflex, а потом обычным топом. Сам лак наносится очень хорошо, равномерно и почти полностью перекрывает ногтевую пластину с первого слоя. Но слегка просвечивает в один слой, поэтому лучше всего носить его в два. Сохнет этот лак быстро. Цвет у него очень красивый, мне очень понравился, и я рада, что он достался именно водолею. Я как водолей одобряю этот лак. На мне два слоя плюс топ. Теперь переходим к трем лакам из коллекции по птичкам Birds. И первый лак называется Sparrow или Воробей. Это крыле сложного бежево-коричневого цвета, цвета Taup, с мелкой мультихромной слюдяной крошкой и черной металлизированной слюдой. В этом лаке, как и во всех птичках, очень классная начинка. Я люблю эти лаки как раз за их мелкую цветную слюду и, конечно, черные крапушки. Слюда очень красиво переливается из розового в оранжевый, а крапушки создают классный контраст. В целом он довольно нюдовый и нейтральный. Наносится он очень хорошо, равномерно, но, как в целом и все птички, слегка прозрачный. И я при нанесении остановилась на двух слоях, но, возможно, кому-то с более длинными ногтями может понадобиться и третий слой. Также в зависимости от толщины слоев. Сохнет он быстро, финиш у него почти гладкий. На мне два слоя плюс топ. Второй лак был вдохновлен голубем и называется Pigeon. Это серое крыле с мелкой мультихромной слюдяной крошкой и черной металлизированной слюдой. У него очень интересный оттенок. Он имеет такой синий-зеленый потон и зависим от освещения. Также он довольно светлый. Мне очень нравится на вид. В нем такая же мелкая розовая слюда, как и в предыдущем лаке. И она тоже шифтит в оранжевой. Она не мешает нанесению и лак легко наносится, как по маслу. Тоже слегка прозрачные слои. И здесь мне захотелось добавить третий слой. В общем, голубь получился очень светлым, послушным и симпатичным. Сохнет он быстро, финиш почти гладкий. На мне три слоя плюс топ. И третья птичка это снегирь или bullfinch. Это насыщенное темно-алое крыле с мелкой мультихромной слюдяной крошкой и черной металлизированной слюдой. У него ну очень красивый, яркий, насыщенный, сочный оттенок красного. Он не уходит в темноту, а такой горящий. Плюс его очень подсвечивает та же мелкая слюдяная крошка, которая то розовая, то оранжевая. И своими этими оттенками она то придает более холодную, то более теплую нотку самой базе лака. Черная крошка, конечно же, как обычно, вне конкуренции. Наносится лак очень хорошо. Он хорошо пигментирован и неплохо перекрывает ноготь уже с первого слоя. А для плотности ему достаточно двух слоев. Слюда не мешает в нанесении и лак ложится легко. Сохнет он тоже быстро и финиш почти гладкий. На мне два слоя плюс топ. А теперь перейдем к коллекции, посвященной Дню Святого Валентина, которая называется Valentine Trio. Эти лаки упакованы в очень милые коробочки. Их дизайн мне безумно понравился. Начиная от оттенка самих коробочек и заканчивая прелестными надписями и поцелуйчиками внутри коробки. Название у этих лаков это строчки из припева знаменитой песни группы Modern Talking. You're my heart, you're my soul. И первый лак называется You're my heart. И это розово-сиреневое криле с красным шиммером и красный металлизированный слюдой. Это безумно красивый и милый лак. Оттенок у него очень нежный, такая клубника со сливками, светло-розовый, но под наклоном видно его фиолетовую нотку. Красная слюда сюда идеально вписалась, создает очень крутую контрастность. Она металлизированная и красиво ловит на себе свет. В лаке много шиммера, но несмотря на это он не полосит и ложится равномерно. Хотя слегка просвечивает даже после второго слоя, поэтому я добавила третий слой. Шиммер довольно яркий и под прямым светом у него яркий розовый блик, а под наклоном шиммер загорается оранжевым. Наносится лак идеально, слюда не ощущается и не мешается при нанесении и финиш у лака почти гладкий. На мне три слоя плюс топ. Второй лак называется You're my soul. И это голубое желе с бирюзово-фиолетовым шиммером. Он довольно яркий, такой позитивный, навевает мысли о пляже, океане, морской воде. По текстуре он немного напоминает металлик, но все-таки шиммер в нем как бы помягче и база поплотнее, чем у металликов. Оттенок классный, яркий голубой, при этом под наклоном он становится таким темно-синим, а под ярким светом можно увидеть зелено-бирюзовую нотку. Наносится он очень легко, но может слегка полосить, поэтому лучше держать кисть параллельно ногтю. Он неплохо перекрывает ногти с первого слоя. В два слоя мне полностью перекрыл ногтевую пластину, но в зависимости от толщины слоев, кому-то может понадобиться и третий слой. Финиш у него гладкий и сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. И третий лак из этого трио называется I keep it shining everywhere I go. У него не сильно пигментированная лавандовая база с большим содержанием крупной хрустальной голокрошки и яркого бирюзово-фиолетового шиммера. Это просто непередаваемый красоты лак, непередаваемый в том плане, что рассеянный свет, под которым я снимаю, сжирает всю красоту. Он очень хрустальный, прям тоненький, но при этом очень сверкучий. Голография в нем шикарная. Это воздушные, но крупные хлопья. База у него совсем слегка подкрашена и у нее еще такой оттенок светлый, что иногда кажется, что на некоторых участках нет лака, но на самом деле он есть. Просто он так отсвечивает. Лак постоянно в зависимости от освещения меняет свой оттенок. Под направленным жестким светом у него яркий зеленый блик, который постоянно перемещается по ногтю и сильно горит голография. Под наклоном к свету лак становится более фиолетовым и даже немножко шифтит в розоватый. Так что, постоянно двигая руками, можно видеть очень много оттенков. Наносится он легко, но, конечно, не перекрывает ногтевую пластину в один слой. Двух слоев тоже может оказаться недостаточно, так как это все-таки очень светлый и слабо пигментированный лак. Поэтому может понадобиться третий слой. Я так и сделала, нанесла его в три слоя. Сохнет он не очень быстро. Также Катя, создательница бренда, предупредила меня о том, что топ может слегка приглушать голографию. Хотя ее яркость может и вернуться после высыхания топа. Такая особенность у этой голографии. В этом ничего страшного нет, просто я обязана предупредить об этом. Но в целом у лака довольно глянцевый финиш. И топ ему именно для придания глянца в целом не нужен. И поэтому я не покрывала этот лак топом. И так на мне три слоя без топа. Что ж, вот мы и посмотрели на весь релиз. Ну очень красивые коллекции, очень красивые лаки в них. Новая коллекция к Дню Святого Валентина получилась классной, яркой, милой. А птички, ну конечно же, вне конкуренции. Какие лаки понравились вам, пишите в комментариях. Приобрести их можно будет на официальном сайте 24 января в 14.00 по московскому времени. Всю информацию ищите в официальном телеграм-канале ColorFlex. Также заглядывайте в мой телеграм-канал, куда я публикую все свотчи. У меня на этом все. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на этот канал. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.